7 июня в соцсетях стали обсуждать зеленый цвет воды Архиерейского озера. О причинах и последствиях расскажем в следующем сюжете. 8 июня пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Тарасан сообщила, что по результату анализа взятых проб воды было выявлено воздействие человеческих факторов на водоем. Мы связались с заведующей кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Нафисой Менгазовой. Она отметила, что, к счастью, загрязнение концентрируется только на мелководных участках. Хоть мощная емкость озера со временем поглотит это загрязнение, результаты этого воздействия не пройдут бесследно для озера. Цвет воды неестественный, даже при антропогенном эстрафировании сильным такое не бывает. То есть даже когда у меня очень сильное цветение зелеными-сини-зелеными водорослями, да, в настоящих водоемах, то есть даже в этом случае именно такая картина не наблюдается. Потому что здесь вода и белесая, и кальчевая, и голубая, да, то есть это неестественный цвет. 8 июня на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики Тарсан было заявлено следующее. Возможными причинами цветения являются загрязнение прибрежной территории водоема. Установившаяся с мая месяца текущего года продолжительная теплая и солнечная погода способствует цветению озера, вызывая активный фотогенез. Вот мое личное мнение, это какой-то местный вот такой локальный сброс чего-то. Вполне возможно, что анализы могут и не выявить картину, да, потому что идет перемешивание воды с глубинной части. По визуальным признакам, по визуальным признакам, здесь мало похоже на, не скажем так, цветение зелеными-сини-зелеными водорослями, даже в большом объеме. Мало похоже. Картина складывается по внешним признакам другая. Офисамин Газова отметил, что сейчас необходимо усиливать природоохранный контроль. Вплоть до периодических проверок домов, проверять, где у кого уходят трубы бань, канализационных стоков. У многих есть выгребные ямы без дна, гаражи рядом с озером. Вот такой контроль природоохраны, он периодически нужен. Это с одной стороны. С другой стороны, это усиление, скажем так, экологического воспитания, экологической культуры вообще, населения в целом. И в-третьих, я думаю, что это надо как-то и все-таки в законодательство вносить определенное ужесточение требований, потому что на сегодняшний день, скажем так, положение в охранных зонах, оно довольно мягкое. Разрешается застройка в водоохранных зонах. Берега озер занимаются домами жилыми. И потом мы понимаем, что водоемы мелеют и загрязняются. Что мы с вами наблюдаем? Что на озере Архирейское, в общем, подойти к озеру вместо этой стройки невозможно. Офисамин Газова отметил, что они провели исследование. В них есть следующая рекомендация. Если озеро с подземным питанием, то незастроенная территория водосбора вокруг него должна быть равна хотя бы площади озера. Если озеро без подземного питания, а только с поверхностным, то вообще один к десяти. Площадь водосбора должна быть один к десяти, чтобы сохранялся нормальный гидрологический режим озера. А ведь этого повсеместно нигде нет. То есть вот это наша цифра, которую нам удалось получить в ходе исследований. То есть у нас все-таки многие годы исследований идут. Вот мы сами пришли к этому выводу. И если, значит, не получается принять водосбор, то озера леют, загрязняются активнее. То есть исчезают. Озера образования временные. Архиерейское озеро – природный памятник регионального значения. Расположено возле села Тарлыша в Лаишском районе. Это популярное место отдыха горожан. В материале интернет-газеты «Реальное время» отметили, что загрязнение далеко не первая проблема озера. В 2016 году Лаишский районный суд Республики Тарстан по иску прокуратуры восстановил беспрепятственный доступ к береговой полосе. Дело в том, что в одном метре от воды собственник близлежащего земельного участка, 46-летний житель Казани, установил капитальный кирпичный забор. В итоге его по решению суда снесли. В 2018 году архиерейское озеро обмелело. Илья Андреев, Универньюс.